Чё сейчас вы вздевались? Возвращаем, как просили. А чё ты хотел? Всё для вас, уважаемая Билла. И Билла. Куда? На какой кассе пробивал? На сферу. Вот, приняли, там, конечно, наш кружок. А чё ты оставишь? Всё, перевернулись в него. Так, ну шо, ребят? А вы знаете, что это за куча? Слева. И что это за помойка в Билле? Тут. На проспекте Мира. Что, скорую вызвали? Я не знаю, только скорую. Нет, я не знаю. А что там было? Не, ну его как бы ударили. Мы ничего не знаем. Отдали вызов, как бы. Мы приехали. Мы пытаемся выяснить, кому мы... Ну, как и голова болит, тошнит там. Что ещё? Он же тебя ударил. Ну, вид, я чё, я скорую что-то. Не, ну раз уж они здесь. Мы просто не вызывали. А? Ну, видно, там видно, я чё и говорю, там видно удар. Но мы, ребят, не вызывали, если чё. А то в комментах потом напишите, что там мы отвлекаем скорую и так далее. Никто скорую не вызывал из нас. Может, кто-то ещё вызывал? То есть, если он уберёт камеру, то всё нормально. Ну, давайте, смотрите, смотрите, я закрываю. А пока что вас не устраивает работа магазина, так? Вас не устраивает работа магазина? Ну, то есть, работа магазина вас не устраивает, правильно? Съёмок кассира не работает. Ну, работа, короче, магазина вас не устраивает, так? А вы обращались к менеджеру, что вас не устраивает работа магазина? Может, они просто пойдут навстречу, дадут ещё кассиров, откроют кассы, да? Да, вы с этой целью снимаете, да? да чтобы отсутствовать меня бы не устроило допустим стоять такой очереди я думаю что я не буду оплачивать все не а вы можете обратиться к кому-нибудь вон там девушка вон молодой человек видимо вы не думаете что или как просто как ты сказал что у меня в руках камеры я закрываю кассу я не могу понять что происходит поэтому я пытаюсь доплатить ну да да я считаю смотрите тут есть акция вот видите если много людей 150 рублей бесплатно ребят вон звоните по телефону или хотите книгу отзывов там поставите жалобы чтобы больше такого не было то улучшать каждый день будете приходить а тут такая штука что вас не слышно что еще раз в личном месте так вот же камера вас снимает ну да эти камеры не предполагают потом размещение а с чего взяли что это предполагает смотрите дело в том что вы стоите в очереди я подозреваю что вот я бы если стоял в очереди вас меня бы это не устраивало мне подозревали в магазин хорошо смотрите вот есть книга отзывов и предложений вы можете оставить отзывы и предложения у меня в моих отношениях в моих отношениях и в моих в моих отношениях и в моих отношениях и в магазинах на котором я приют А почему я тогда так делаю? Как это не право? У тебя нет права предлагать. Ребят, кто хочет книгу отзывов, написать отзыв, предложение о том, что стоите в долгую очередь. Книга, ручка, телефон, 150 рублей бесплатно. 8 800, бесплатный телефон. А что у тебя в магазин кошмарит? Ну, смотрите, вас если устраивает, что одна касса работает, то можете стоять. Меня бы не устроило. Но они просто, кроме этого, сделали еще много плохого, поэтому чисто к вам. Что сейчас? Поможите на камеру. Чем? Молодые люди сегодня устроили коллапс в магазине Билла. А с чего вы взяли? Слушайте, тут ни одного отзыва от вас нету, что кто-то устроил коллапс или что-то еще. Все забито. Все забито и загад. Так, вы виноваты. Поняли? Все, я каюсь. А хотите, я выгоню их из магазина? Вот сейчас я выгоню их из магазина. Только боюсь, что ничего не изменится. Кассы, да, в самый час пик, когда люди возвращаются с работы, хотят... А мне нужно было ночью приходить, когда нет никого. Молодые люди, а давайте пропустим обычных людей, а потом будете набирать. Так они заблокировали кассу товаров. Так вас что не устраивает? Нас не устраивает. Что вы долго стоите, так? Да, да. Что вы долго стоите? Пишите. Да мы не хотим никуда писать. Значит, вас все устраивает. Еще у кого-то есть жалобы, заявлений? Терпите, стоите. На вас, да, есть. Пишите, вот книга, вот зовут. Ребят, я ее грибаю. Не, они свалили. Если вы позвоните, то мы будем благодарны. Ну, 102. Вы обращались к администрации, что работает одна касса. Жаловались? То есть не жаловались, да? Ну, стойте тогда и терпите. Это вы устроили, блядь. Так и галобы, заявления есть? Просто все стоят, и никто не жаловался. У нас стоят. Все все устроили. Вот, слава богу. Наконец-то, хоть кто-то. Вот хоть кто-то не терпила, вот реально. До этого была девушка, она, кстати, больше всех кричала, и в итоге первая пришла в очереди. Поэтому, если вы будете бороться за свои права, у вас все получится. Реально там сидит, по-моему, 6 кассиров пьют чай. 6 кассиров сидят, пьют чай. Если вас это устраивает, то можете стоять, разворачиваться, уходить. Если не устраивает, то пишите отзыв. Они, наверное, специально из вас типу боль. Ну, я не знаю, с кого, но это глупо из-за того, что... По-честному, они кинули человека на 13 тысяч рублей сегодня. Не хотят возвращать деньги, потом еще плохо себя вели. Но если вам понравится, что у вас скинут на 13 тысяч рублей, я не знаю. А их просто бабки списали и не могу. Нет, он купил товар. Товар, который оказался по итогу не годочкой даже. Взяли, сделали акт списания, собрали у него товар, списали, выкинули в мусорку. Пришли, говорят, давайте нам товар, мы вам вернем деньги. То есть, типа, из мусорки, типа. Хотя они сами его выкинут. Типа, иди доставай из мусорки свой товар. Сейчас мы говорим, откройте мусорку, мы вам принесем товар. Короче, пригодим, закроем. Ну, да, было бы хорошо. Я думаю, они этого и добиваются. А сейчас я не знаю, видимо, они хотят через вас надавить на нас. Или как-то так. Послушайте, вот я верю, что страдает вот эта девушка, потому что она сейчас берет и пишет жалобу, что больше такого не было. Вы же не страдаете, я так думаю. Магазин. Магазин. Кассиры, которые взяли и убежали за своих рабочих мест. Один кассир. Час пик, вы правильно сказали. Один кассир. Потому что они почему-то не хотят мне продавать товар. Именно мне. Не хотят, не знаю. Обратитесь, обратитесь к администратору. Не хотите обращаться? Вот ребята тоже хотят обращаться. Вы не там? Вы не там решаете? Почему здесь так? Не знаю, все кассиры не хотят работать. Почему? Не знаю, обратитесь к администрации и спросите, почему они не хотят это делать. Советую вам дойти вот здесь, по-моему, это администрация. Либо есть книга отзывов, когда девушка допишет, можете взять и... Кассиры все ушли. А вот администрацию зайдите. Я сама кассира, я после работы, я очень злая. Ну зайдите к администрации. Вы что-то у нас-то спрашивали. Вот, вот, человек из администрации, смотрите. Вон администрация, подойдите. Мужчина! Сотрудник Билла, подойдите, пожалуйста, к покупателям. Подойдите к покупателям, сотрудник. Она никуда не пойдет, ребят, сразу. Но мы как бы делаем все, что можем. Вот еще есть телефончик, по 150 рублей каждый получит за долгое ожидание в очереди. Спасибо вам огромное. Настоящий человек, настоящий гражданин. 8 800 333 75 00. А, вот, 5 купонов. По 30 рублей каждый получается получше. 700? Где-то там. Ну, так мы же вам советовали. Вам советовали. Не мы стоим в очереди, вы храните в очереди. Они с нами не разговаривают. Они сидят. 3 3 3 7 5 00. Я с вами сейчас попытаюсь с ними поговорить. Это WhatsApp, а там через 8 800. Вообще. 8 800 3 3 3 7 5 00. Мы не в очереди стоим, еще раз вам говорю, мы стоим рядом с вами просто. Мы с товаром. Как кассирам надо обидеть. Патоматы ваших глаз и ваших детей. Наши отцепляков. Ну, это тут президент. А, Путин виноват, да? Люди очень писали. Нифига себе. С просрочкой. Интересно. Я на этом магазине в азбуке вкуса. В азбуке вкуса. О, азбука вкуса. Наш любимый магазин, на самом деле. Он тоже самый. Любимый. Да. Тухляком заставляют торговать. Правильно. Да. Павел, павел. И никуда не денешься. А тупого комяка, знаете? Они не торгуешь, тебя увольняют. А у нас уже уволили одного такого человека, на самом деле. Мы вот сейчас судимся с азбукой вкуса, чтобы его восстановили. За то, что он не хотел торговать просрочкой. Вот. Говорит, заставляют торговать просрочкой. А в каком магазине? Можете сказать? Не в каком. А что такого? Ребята, давайте вы выйдете нахрен. А что вас не устраивает? Меня не устраивает эту очередь. Пишите. Я не буду ничего. Значит, во все устраивают. Жалоб заявлений нет. Стойте тогда. Вот еще есть телефон. Сотрудники магазина. Почему вы должны? Нет. В магазинах писать что-то. Вы не должны. У вас есть претензии к работе магазина? Нет. Есть вам претензия. Пишите нам. Звоните в полицию, вызывайте. Пусть нас задержат. Давайте, пожалуйста, и даты. Я вас буду встречать. Хорошо. Так вас что, не устраивает, что одна касса работает? Меня не устраивает. Хотите, я сяду за кассу, буду вам попробовать что-то пробивать? Что, водить будете за то, что вы здесь устроили? За то, что вы теряете наше время? Мы? Вы? Зачем мы? Не держите. Пошли в попу. Давайте поставим. Я говорю, ребят, я тоже снимаю. Только перевернуть надо. Вот девушка правильно снимает, а вы неправильно. Вот надо вот так. Да, да, классно будет. Смотрите, если кого не устраивает очередь обслуживания, можете написать к ней отзывов. Если вы хотите 150 рублей бонусом к покупке, вот там есть акция, вот там телефон 8800, звоните, получайте 5 бонусных купонов по 30 рублей. Слушай, ты случайно не агент Билла, а? Агент. 100%. Может, Билла станет лучше. Но это не точно. Они дают баллы, святую? Нет, они вам должны дать, по идее. Больше 5 человек, тут все больше 5 человек стоят. Ну, практически. Слушай, ребят, я не смог отреве услышать ответа, да, почему мы виноваты в том, что люди здесь стоят. Я не понимаю. А ты, наверное... Они не обращаются... Ты, короче, Боря, связал всех продавцов и держишь в подсобке, заставляешь пить чай. А, вот. С тортиком. С тортиком. А, не с тортиком, там чай пьет. Ну, мы там хрюшек нарядились, вот правда. А зачем? Ну, у меня есть же такая... Здесь тоже не плохая. А вам хрюшки не нравились, что ли? Хрюшки молодцы. Параллельно, параллельно холодильник устраивать, чтобы по правилам было. Что за капец? Просто нужно приходить не вечером, когда люди уставят. Вот, слушайте, приходите утром. Когда нас не будет. Делайте, что хотите, лишь бы меня, сука, никто не трогал. Вот, всё, делайте, что хотите. Главное, чтобы меня, а не это не касалось. Логика, что тебе не нравится? Павлик, напиши отзыв лучше. Вот тут одна девушка не терпела, поэтому... Девочки, такая же. Девочки, здесь дело не... Мне моё, мой живот. Вот, это самое главное. Здесь дело не будет. Вот, что люди идут в сырох. Не, мы просто стоим. А вы занимаетесь с Кириллами, а я не работаю. Короче, так уж и быть. Пойдёмте вместе с вами, кто хочет посмотреть на то, вот как кассиры предчатить. А я хочу, чтобы моё лицо было закрыто. Много хочешь. А вы не имеете права меня с ним. А подашь на меня в суд. У тебя есть функция закрыт лицо? Нет. Закрой лицо. Фейспалм. Закрой, закрой. Фейспалм. Ладно, пойдёмте, короче... Нет, мы выложим на Ютуб, как вы материтесь ещё. Чтобы вам было стыдно, стыдно. Материться нельзя. Тем более, девушку. Нет, у вас нет такого права. Нет, у вас нет такого права. Я отработала 7 дней. И типа можно убивать людей? Да? Да. Ладно, короче, мы пойдём бороться за ваши права. Кто, кому что не нравится, пишите. Книга отзывов. Ребят, они чай пьют в подсобке. Они просто понимают, что они не могут продавать. Смотрите, в своей картине про срочно. Одна касса работает. Ну, пойдём. Чего? Кассиры, приятного аппетита. Где кассиры? А кто кассир? Где кассиры сидят? На кассах. Нету никого на кассах. Одна касса работает. График. График такой. То есть не будет больше кассиров, так? Нет, старший кассир занимается снятием по очереди, у кого смена заканчивается. Кассиров, короче, больше нет и не будет. Так? Нет, кассиры все там, заблокировались. Один, один кассир там. Не один. Где? Ну, покажите мне ещё одного кассира, вот реально. Вот вы иди, покажите, вот хоть ещё одного кассира. Один кассир там. Вы что, издеваетесь? Люди хотят кассиров. Вы слышите? Они все на нас срываются. Короче, они говорят, что все кассиры тут. Все кассиры тут. Нет, вот серьезно. Короче, между поеданием шоколадки, там какой-то старшей смены, нам ответила, что все кассиры тут. Это вот дословно, реально. Можете посмотреть на них и убедиться. Тем временем сотрудники уходят куда-то. А где кассиры-то? А кассиров-то люди как будут покупать товары? Вот кассиры. Один кассир сидит. Ребята, на ютубе его есть? Кому не нужно. А ты нам что-то пытаешься сказать по поводу того, что ребята, идите вон отсюда, вы нам мешаете. Я вам не пытаюсь сказать. Я вам пытаюсь сказать, что люди уставшие. Ты не пытаешься сказать, ты говоришь. Мы тоже уставшие, понимаешь? Ну, блин. А еще мертвые люди бывают. Вот так вот. Схавают котлет, да? Отравишься. А я 7 дней отработала по 12 часов. Молодец. Мы тоже все работаем. Ну, блин. Ну, это не повод же так засирать прям магазин. Не это повод засирать магазин. Повод засирать магазин, потому что они этим занимаются. Это будет его закрыть просто. Да, его просто надо закрыть. Потому что вот это вот, смотри, красота такая. Ну, тогда у нас все магазины по России надо закрыть. Нет, просто надо. Блин, чем воняет, пацаны? Тут никто не будет. Это бизнес по-русски. А то есть нормально? Нет, я недовольна. Книга отзывов. Что-то на нас гнать, напиши отзыв. И сейчас возьми, позови администратора сюда, чтобы она решала с нами вопрос. Она домой ушла. Открыла кассы дополнительные. Вроде вам сделали возврат. 13 тысяч мы потратили за возврат. Если знаешь и понимаешь, тогда иди, хоть что-то сделай полезного. Вместо того, чтобы возмущаться на тех, кто занимается этим всем. Кто делает все для тебя в том числе. Пойди, сделай хоть что-то полезное. Я делаю полезное. Что? Вижу, как ты стоишь. Ребята, поедите вот отсюда, что вы тут занимаетесь. Слушайте, во-первых, неорите на меня. Я не ору, я громко говорю, что он возмущает. Понимаю. Это вот девушка сказала хам, которая ругалась, орала матом, что мы занимаемся уйней. Как партизал? Макс. Молодец, Макс, что правильно сказал? Что, я из них я бомбанул. Да, вы заметили. Мы на тебя не обзывались, не обзывались. Не, ребят, серьезно, извините, если что-то не так. Я бомбанулся, я просто. Я прошу вас, ставьте этот магазин, закрыте что-то. Да. Я даже знаю, что. А зачем? А нас устраивает. Мы здесь живем. Я не понял. Устраивает срочки нас? Нас очень устраивает этот магазин. Вы сколько сейчас в очереди стоите? А можно вопрос? Мы здесь никогда не стоим в очереди. Сегодня вы сколько стоите? Мы говорят, я только встала, я не собираюсь стоять не только. Да, все хорошо. Вы уйдете сейчас. Просто мы выйдем в милицию. Что, давайте без ментов. Давайте без ментов. Не надо, пожалуйста. Или милицию. А что мы плохого сделали? А что мы сделали плохого? Что мы сделали плохого? Что мы сделали плохого? А почему вы задерживаете? Мы им очень... Здесь, отсюда, задерживаем очередь? Видите, где мы стоим? Кого мы задерживаем? Тут наркотики не продают, ребята. Красовая линия. Кого вы здесь задерживаем? Что вы снимаете? Правда? Девушки снимают. А вас устраивает, что вас травят тут? Нормального? Ну, вкусно, что они вас снимают. Они только открылись. Кого они уже не отправляют? А уже травят. Они только открылись. Пойдемте посмотрим, смотрите. Идите сюда. Смотрите. По запаху, уже вот подходя, смотрите, можно понять, что это. Берите любой товар, в принципе. Смотрите сургодность. Это только то, что они не успели уничтожить. На 13 тысяч рублей они здесь кинули человека, утилизировали товар в помойку, а говорят, деньги мы не вернем. Так, так, давай, заходи сюда. Заходи сюда. Не, 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 нет. Вы просили вернуть, но он возвращается. 6 часов. 6 часов, вздевались. Возвращаем, как просили. А что ты хотел? Что, возвращали, но мы в товаре возвращаем. Все для вас, уважаемая Билла. И Билла. Куда? На какой качестве пробивал? На свете. Вот, привезли, там, конечно. А может, здесь оставить. А мы все забирали. Сейчас перевернулись в него. Ребят, подъехал шок-контент. Саня, как обещал, вернул просрочку в магазин, чтобы ему вернули деньги. Сотрудники Билла сейчас... Капец, ребят. Вот так вот кидать людей на 13 тысяч. Если 5 минут, если не вернете, будем реально возвращать просрочку. Вот яйца есть у нас. Ваши? Да. Не конфеты. Куриные? Вот конфеты, не яйца. Саня Дорогов, которого кинули на 13 тысяч, вернул просроченные продукты, которые сотрудники магазина выкинули в мусорку. Ну вот, ждем, пока нам вернут. Вернул мусорку прямо вот в магазин. Как просили, так и сделали. Сейчас, если в течение 5 минут нам не вернут денежку, заникающий товар, то будем возвращать уже реально товар прям вот... Какой он есть, а он воняет. Сейчас у нас будет обед. Сейчас мы будем жрать. Мы и крысу зажерем. Дегустируем крысу. Павел ищет просрочку, где можно. Сегодня на суде эта девочка, свидетель, сказала, что у них в вас прикусы есть дегустация. То есть людям дают попробовать, они не против. Людям, а не Камикам. И тоже в Билле, тоже дают людям попробовать. Пожалуйста, пробуйте. Паш, а ты органолептические свойства будешь проверять? Ну, тут нужна комиссия. Кто будет моей комиссией? Вон там три алкаша сидели, они разбираются. Сейчас я пойду комиссию позову. Кстати, на контейнере. Здравствуйте. Кто вызывал? Что произошло? Много кто вызывал. Сейчас подойдет, заявить. Что произошло? Заявителя позвать, да? Да, заявителя. Вообще нам обещал участковый, что часа три назад приедет следственная оперативная группа. Вот здесь вам не могут ничего подсказать. Я понял. Хорошо. На данный момент человек купил товар на 13 тысяч рублей со стекшим сроком годности. Он вернул товар администратору, администратор при нем утилизировал это все в контейнер. Вот. И закрыл контейнер на улице. А далее, когда пришла очередь вернуть денежку, они им сказали, что «А где товар?» Который они сами же выкинули в контейнер. Вот. Говорит, тогда деньги не вернем. Он говорит, давайте вот. И вот, собственно, человек вернул контейнеры с товаром, да? Некачественные. Вот сейчас, не знаю, будут возвращать деньги. Нет? Пока не торопятся. И они вот специально из-за этого одну кассу оставили, и люди по часу в очереди стоят. Вот. То есть на звонки не реагирует, ничего. Тут усматриваются признаки преступления по 159 статье плюс 238-я оказание услуг не отвечающих требования безопасности. Вот это все, кстати, тоже просрочно. Да ладно, возвращают деньги? Мусор рядом с ним. Да ты что? Драка тут, да. Тут тоже драка была, да. Сейчас вам заявление напишут. Сейчас вам... По драке? По драке. А, все, вот пострадавши скоро приезжала. Да, да. Скажите, мусор? Мусор. Мусорка. Мусорка. Чиз. Чиз. Просрочка. Просрочка. Билла. Чего мне? По 8 слов потягивают. Керчек. А, вот это весь твой товар? Да, придется изымать. Все, как есть. А можно вместе с мусоркой его изъять? Да, это весь наш. Это весь товар. То есть вот такой цирк устроила вот Билла. Ну, хотя 13 тысяч рублей весомые суммы. А как? Весомые, сколько? Это вот на дне лежат. Ну, вот. В одном месте контейнер пропустил. А что, контейнер все на полууха? Все. Там кто-то ел. Да, Сах, что? Пусть это спосит. Не гарантия, а акция. Че, опять одна это самое? Одна касса что ли работает? Две? Акция, гарантия магазина. Свежая, либо бесплатная. Нет, акция, смотрите, тут еще всем, кто стоит в очереди, по 150 рублей скидка должна быть. Люди знают вообще? У меня желательно. Почему на следующем? Сними, сними, сними. Она сейчас позвонит. Что нету? Я чтоб потом... Каких гарантий? Таких гарантий? Передать им привет. Не, им привет передайте, нам не только завтра. Стоять. Ну че, надо сваливать. Висок сам приедет, печатает. Они за ним уже поехали. Они, я надеюсь, не маленькие. Да, до утра я не собираюсь здесь стоять, поэтому... Да, они не... Главное, что деньги вернули. А, вернули деньги? Да, вернули деньги. Все, отлично. Ну все, пошли. Так, ну че, ребят, это магазин Биллы, проспект Мира, 122-21. Тут помойка посередине лежит. И тут полный капец. Так, ну что, ребят, подписывайтесь на канал, поставьте там видео лайк, напишите много комментариев, что думаете по этому поводу. Ну и подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал, группу вконтакте и наш телеграм-чат для всех открытых желающих. Все ссылки будут в описании. Все, всем удачи, всем пока. Борейтесь за своим права. Спасибо.